73-й регион долго держал оборону. Подтверждений коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, не было до конца минувшей недели, несмотря на то, что пациенты с таким диагнозом имелись в соседних регионах, в Татарстане, Пензенской, Самарской областях. Ульяновская область, по словам губернатора Сергея Морозова, благодаря своеобразной форе имела возможность лучше подготовиться к неминуемым в условиях пандемии, случаям заражения. В Ульяновской области обнаружен первый случай с заболеванием коронавирусом. Это 15-летний подросток из города Димитровграда. Сейчас он находится под наблюдением представителей здравоохранения. Сын депутата ЗАГС Собрания области прибыл на каникулы из Великобритании. Первый случай заражения в Туманном Альбионе зафиксирован 31 января. Минуя приемный покой, заболевший подросток госпитализирован в бокс Ульяновской детской инфекционной больницы. Этот подросток был выявлен со всеми сопровождающими документами, был направлен на госпитализацию к нам. Сотрудники скорой помощи уже были готовы к приему такому пациента. У них в машине находились костюмы для того, чтобы предохранить себя и окружающих от переноса этой инфекции. По словам специалистов, пациент поступил как потенциально зараженный. Диагноз подтвердился на следующий день. Состояние подростка оценивается как удовлетворительное. Он получает необходимое лечение. По больнице, а тем более за ее пределы, инфекция не распространится, уверяют сотрудники. Персонал экипирован защитными средствами. Контакты с больным извне полностью исключены. В феврале в детскую инфекционную обращались прибывшие из Китая. Диагноз не подтвердился. Тем не менее, учреждение полностью готово отразить атаку инфекции. Вот он, технический резерв детской инфекционной больницы. Аппараты ИВЛ. Эти закуплены в 2011 году, еще два в соседнем помещении в прошлом году. Также оборудована больница и переносным рентгеновским аппаратом. Все это позволит учреждению находиться в режиме повышенной готовности. Буквально на днях арсенал ИВЛ пополнился. Сегодня на вооружении больницы 9 аппаратов. 6 палат. При необходимости их будет 10. Это только реанимация. Для лечения особо опасных инфекций, коим относится ковид-19, оснащено 5 боксов. Есть возможность развернуться до 60 изолированных койко-мест. Сейчас собираются списки. Сегодня вот обговаривали. То есть планируется поставка еще четырех аппаратов. Но при необходимости, я думаю, если экстренные какие-то меры возникнут, я думаю, что сработают. Персонал прошел дополнительный инструктаж, как работать с пациентами с коронавирусной инфекцией. Увеличение кадрового состава сегодня не требуется, но при необходимости есть возможность расширить штат. Вера Мещерякова, Юрий Давыдов, репортер 73.